Профессионалов корейского ладера, конечно же, здесь у нас не самые высшие ребята сегодня, но тем не менее, я думаю, игра будет интересная. Это Grandmaster League, корейский сервер, Protoss против Terran. Посмотрим, как играют ребята на этом уровне, посмотрим, что нужно делать, попробуем у них взять какие-то вещи на заметку. Gemini, либо, если правильно говорить, Gemini, у меня не нравится как это звучит, поэтому мы будем называть его Gemini против Futuristica. Вот, Futuristica, оба игроки, Grandmaster League на корейском сервере, но не высших рангов, да, то есть они ближе к низу находятся. Gemini конкретно я сам лично отыгрывал много раз, ну то есть не считая его там самым великим игроком, тем не менее он играет на уровне Grandmaster, поэтому почему бы не посмотреть, как он этого достиг, что он делает. Идет в разведку после Гейта, будет делать стенку от Рипера у себя возле Нексуса. То есть такая вот стеночка от Рипера, приехал, разведал, посмотрел, что это Рипер CC, Инга, старая ставится, чуть мешает и уезжает, в принципе, домой. То есть все разведывал, все понял, поставил себе. Кибернетка Nexus строят первого юнита. Это адепт и он пойдет в разведку, наверное. Нет, не пойдет в разведку, не, скорее всего, побежит. Да, он тут ждал Рипера и решил побежать. Не ставит батарейку сейфовую и, заметьте, пробочка остается, пробочка остается, идет проверять, идет проверять, что у нас будет происходить. Умирает от Марика, понимает, что там бункер, что там делать нечего и можно оставаться дома, в принципе, патрулировать. Идет развитие экономики, идет Twilight сзади. То есть это будет игра через Blink, скорее всего. И сюда пошел Blink, здесь адепт там смотрит, смотрит пристройку, то есть пытается понять, во что играет Терен. Пытается разгадать секрет Терена, идет Blink, идет Robo, идет Gate. Стандартный, стандартный достаточно Blink, Robo по таймингу, чтобы не вздыхать от мин. По юнитам у него, заметим, два адепта, один сталкер. То есть все, предельно стандартно. Два адепта сейчас здесь будут пытаться залетать, не будут пытаться залетать. Сталкер встречает рикера, все хорошо. Адепты просто функционируют как обсервер. Надо понять, будет ли Терен выходить в атаку, не будет. А Терен делает тем временем еще два барака. То есть поздний у него будет Старпорт, но достаточно много защиты и много био-юнита будет с такого билда. Здесь же у нас делается и Мортал, два газа. Очень что-то интересное произошло. Подождите, Терен. Так вот, значит, сделал, да? Смотрите. То есть он сейчас берет и отправляет танк месить адептов. Именно танк. Просто танк патрульно выезжает месить адептов. Такая интересная драка получилась. Конечно, Гемини будет отступать с этим адептом, нечего тут делать. Терен пока готовит танк опуш. Гемини начинает терять пробок на мейне. Рипер все-таки дождался, дождался, дотерпел. И посмотрите, приходит, убивает две пробки. Просто вот так вот. Рипер на пятой минуте приходит, убивает две пробки. И такое бывает, ребята, в Грандмастере. Поэтому никогда не пугайтесь этих великолепных лик. И такие ошибки тоже бывают. Смотрите, пробка стоит возле газа. Ничего не добывает. Здесь лишнее. Ну, то есть есть косяки с добычей Гемини. Третья база должна уже идти. Но нет, не идет. Не идет Гемини. То есть смотрит, что Терен играет две базы. Играет в танков. Готовит защиту. То есть он не спешит выходить в третью. Не хочет это делать раньше Терена. Он ставит робобей. Будет идти в колоссов. И Чарж. Чарж учится. Теперь он адептами точно увидел, что это пуш с танками. Смотрите, какой интересный пуш. Терен, да? Он играет без медиваков. То есть это в принципе я бы назвал АЛН. Он на шестой минуте приходит мега огромной толпой. Но он лишен отхила. Поэтому Гемини выходит вперед. Встречает первый танк. Второй. И, ну, это фантастический на самом деле смелый шаг. Потому что если бы это были не щиты. У них сейчас в данный момент выучены щиты. Умариков, да? Не, не выучены. Только учатся. То есть если бы уже был стимпак. То этот бы Терен сейчас просто бы проехался по Гемини, по стимпакам. Но он, видно, как-то почувствовал. Почувствовал, что нету стимпака. И чувствует уже свою мощь. И гонит. Гонит Терена. Знаете, прогоняет. Терен здесь пользуется картой. В кустах раскладывает танк. Новые карты. Очень помогают Терену, конечно, в этом плане. И Гемини правильно сделал. Открылся в два иммортала. Потом в колоссов. Очень безопасно играет. Но пуш с танками идет. Пуш с танками идет. Конечно, он стал слабее из-за того, что танков стало меньше. Мне нравится угол. Угол вот этого вот нападения на третью. Очень отличное место. Здесь можно танк поставить. Но он идет с этой стороны. Тоже интересно. Скорее всего, вот тут будет танк. Что он сделал? Подождите. Будет тут танк разложен. Мне показалось, или он мискликнул. Терен мискликнул в свой танк. Это может сыграть с ним злую шуточку. Посмотрите. Это что происходит с тернами, которые через оклик играют. Идет оклик на колосса. Все, колоссы зафокусили. Колоссы сразу же. Один только танк стреляет. В танк идет блинк. Бьется танк. Талкерами. И все. Я не знаю. Два танка бы пришло, ребята. Он бы просто победил. Но такая ошибка. Глупейшая ошибка грандмастера. Просто. Из-за... Просто мисклик. Ко своему танку. Ничего не получается. Гименик сдерживает. Сдерживает напор этого терна. И побеждает. Вот такие вот игры в грандмастере тоже бывают. Ребята, лучшие тоже делают ошибки. Ну, поэтому вот так вот все интересно у нас может получиться. С вами был Теп. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока.